Она не могла даже ногу передвигать. Сейчас она уже уверенный такой шаковый рефлекс. Еще год назад маленькая Маруся не то что ходить, сидеть не могла. Из-за редкого генетического заболевания мышцы девочки слабели с каждым днем. Ей срочно требовалось лекарство спинраза. Семья его добилась от Краевого Минздрава по суду. Поставили 6 доз, результат налицо. Однако препарат пожизненный, будет ли долгосрочное финансирование, никто не знает. Вся надежда на самый дорогостоящий укол в мире. Швейцарский препарат Золгинсма. Еще даже половина не собрано. У нас сейчас 38 миллионов 600, не помню, 20 чем-то тысяч собрано. И еще, в общем, огромная сумма. К сбору средств и лекарств, которые в прямом смысле поставят Маруся на ноги, подключились все неравнодушные. Помогают благотворительные фонды, люди, присоединились и волонтеры. Запустили акцию по сбору макулатуры. Это общеизвестная мировая практика, которая дает шанс на вторую жизнь. И бумажному листу, и людям, говорят добровольцы. Все вырученные средства, пусть и небольшие, направляют на лечение нуждающихся. Начали мы с конца февраля. За этот период нами было собрано 13 тонн. Но летом у нас не активно шло, потому что люди, скорее всего, разъехались. Вот сейчас, на данный момент, за два дня мы собрали тонну. А за все время мы собрали 150 тысяч. Сдать макулатуру может любой желающий, принимая все от книг до обычного картона. Помочь можно и любой суммой. Чтобы закрыть сбор, требуется больше 100 миллионов рублей. Средства нужны в рекордно короткие сроки. Ведь вес Маруси уже составляет 13 килограммов 300 граммов. Еще 200 граммов и даже самое дорогостоящее лекарство в мире может оказаться бессильным в борьбе с тяжелейшим недугом. Сейчас она очень хочет ходить. Она знает, что маленькая она ходила, она могла ходить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.